собираемся идти на завтрак очень интересно что там чем нас будут кормить поэтому идемте я вам покажу спала сегодня очень плохо очень шумели ребята лампочка мигает коридоре без конца и я не выспалась вообще я только где-то в час ночи может быть как бы уснула то милене нужно было поправить этот одеяло доме ли она я смотрю что она вот-вот упадет надо еда в общем я ее контролировала слушала как другие рот и не очень плохо спала еще было жарко и пахнет мне не нравится здесь запах старым знаете такие вот это единственный минус хотя людей очень много тут можно в теннис поиграть такой завтрак нам был предложен всем это хлеб или на себе вон бургер делает значит яйцо это что такое я не знаю с яйцом творог может быть а йогурты вон милена себе делает на выбор можно чай кофе растворимый молотый с молоком но я утром выпила кофе поэтому нам еще принесли вот эту это яичница сосиска сосиска кстати вкусная и то что мы не следим можно будет забрать номер только нужно придумать во что это все служить потому что еды очень много ребята завтрак нам стоил 32 человека со взрослого 32 золотых и с ребенка 16 годах и того 32 32 и 16 достаточно обильный и плотный такой завтрак и вкусный хочу вам сказать не абы как свежий хлеб хорошее вкусное масло хороший сыр хорошая колбаса овощи грязь без кожуры йогурты хорошие йогурты такие вот йогурты так что очень даже яйца ну хочу вам сказать очень вкусно очень вкусно и приготовленная с душой необыкально все что мы не съели мы заберем номер потому что у нас мы где-то пообеда у нас будет все ужин перекусить и на завтра мы сейчас идем в аквапарк я делаю руслану кепку потому что у меня кепки нет очень сильное солнце сегодня такой знаете очень сильный жаркий день и как мы поняли потом из перевода что оказывается вот этот эта гостиница где мы живем это бывший санаторий потому что там на первом этаже все оборудовано для людей с ограниченными возможностями и мы вчера так смеялись когда она нам показала номер на первом этаже и там знаете то есть душ оборудован для людей с ограниченными возможностями балкона нет то есть я такая говорю я я такой номер не заказывала она ведь а ну пойдемте тогда на второй этаж я игру где балкон обещанный она нас отвела потом на второй этаж и все стали на второй этаж селиться а руслан говорит я не поняла с чего она решила что вообще нужен номер для инвалидов да он где что не понял мы как-то не так зашли а мама еще моя смеялась говорила ира вы наверное там санаторий какой-то едете я говорю мам ты чего это гостиница ну короче вышло это санаторий для для людей бывший санаторий потому что сейчас не работает это и потому что по запаху было понятно что немножко пахнет какой-то медициной ну ладно в общем что идем на разведку в аквапарк там конечно 27 злотых стоит один час для людей буду говорить для людей потому что старше 12 лет это и дети и взрослые до 12 лет сегодня в субботу стоит 19 злотых час но я не смотрела стоимость билета там на целый день поэтому позже смогу сказать что там если мы вообще пойдем у нас нету шлепок я не знаю дают там или нет нету но видимо чтоб вообще люди были они зарабатывают ведь на выходные то основная масса людей ездит по парке понятно ладно позже покажу сейчас пришли в отель называется отель варшавянка потому что внутри этого отеля находится как раз таки и и этот что написано то есть есть запрошами до рецепции галерея злокализованы из другой части водинку ближе залеву зигжинске го так наверно пройти надо да в общем сегодня отель аквапарк работает только для гостей этого гостиницы из-за того что мы приехали это пани нас не хотела как бы я говорю все прошу мы все ехали за моменты для цурки и и так 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 и Милена плачет и потом она говорит ну идите на басану там разговаривать и мы пришли на басану рассказала без проблем я вас на часик пущу мы заплатили 52 злотых и сейчас мы перейдем я не буду снимать я хочу отнести телефон потому что тут везде вода много бассейнов и я хочу поплавать видите там есть там есть поэтому пойду увидимся потом быстрее давай это такие раздевалки никто не выйдет с этой стороны тоже оказывается могут войти да здесь все мужчины и женщины но здесь переодевалки есть это большая переодевалка есть могут два человека например переодеваться ну чтоб никто голый то не ходил понимаете как то есть нет такого что отдельно женское отдельно мужское да кстати да ладно все голова у меня немножко мокрая у меня тоже на улице 31 градус поэтому так пойдем стояли она скажем спросите там девушку руслан рассказывает что мы пришли на рецепшен нам отказали сказали нет нет нельзя мы и объяснили что мы приехали с воломин ребенок ждал этой поездки в аквапарк и так далее на нет нет ничего не это потом будет но идите в бассейне спросите не понравилось мне она такая неконтактная это не ее место работы вы знаете я же вижу и мы пришли когда бассейн там была девочка на рецепции на склада я впишу панец твовшиска и говорит на этот на часик но мы планировали приехать на часик мы пробыли там час с чем-то потому что мы заплатили за час 55 и плюс когда выходили доплатили еще 11 злотых и вот мы сейчас идем вот по этой красивой территории идем в сторону залива у нас знаете волосы мокрые как будто мы искупались лето потому что мы так обычно всегда ходим с моря голова мокрая на улице тепло и мы идем так что ну ладно скажите честно вам понравилось да нам очень понравилось знаете столько было детей все семьями с грудничками с малышами вообще прекрасное место вот и мы увидели там у них завтраки а сейчас идут очереди людей очень много какой там коронавирус но где-то 50 процентов ходят людей в масках короче говоря нам очень понравилось вот теннисный корт здесь играют в теннис играют баскетбол а там тут еще знаете просто так к воде то не подойти надо искать место как бы тут пройти и так далее ладно увидимся чуть позже смотрите как красиво просто прекрасно и и